Очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции прошло в зале администрации. В режиме видеоконференции приняли участие заместители главы района, руководители МВД, Центральной районной больницы, главы сельских поселений. Доложил оперативную обстановку начальник отдела по делам ГОЧС администрации района. Всего на территории района было зафиксировано 187 больных новой коронавирусной инфекцией. Из 187 человек 93 человека выздоровели. На лечении находится 92 человека, умерло 2 человека. На территории района 50 действующих очагов. Из 92 человек 57 человек на амбулаторном лечении и 35 человек на стационарном лечении. По населенным пунктам 47 случаев зарегистрировано в Кашихабре, 9 при Чепсине, 15 в Ерухае, 2 в Хачинзии, 1 в Дружбе, 1 в Дмитриевском, 1 в Новоалексеевском, 3 в поселке Чехрак, 10 в поселке Майском, 1 в Хуторе Красном, 1 в Ауле Хоз и 1 в Сидена Тербола. Из вот этих 92 человек 51 человек, у которых диагноз внебольничная пневмония. Также в своем докладе Николай Зверев отметил, что в районе продолжаются рейдовые мероприятия по торговым объектам на предмет соблюдения санитарных норм в период распространения новой коронавирусной инфекции. В субботу 25 числа мы проверяли торговые точки в Ауле Кашихабре, 21 магазин проверили, на 4 магазина были составлены протоколы за несоблюдение стандартов, утвержденных Роспотребнадзором. Нарушения были разные, от отсутствия разметки для соблюдения социального дистанцирования до отсутствия приказов о назначении, значит, ответственность за соблюдение этих самых стандартов. Что касается проведения свадебных торжеств и похоронных обрядов в период пандемии, первый заместитель главы района Руслан Емыков подчеркнул, что дежурными группами проводятся профилактические беседы с жителями о необходимости минимизации посещений похоронных обрядов. Проведение свадебных торжеств оперативный штаб рекомендует отложить на более поздний срок, но, к сожалению, не все соблюдают существующие требования. В связи с чем Руслан Емыков обратился к главам поселений с просьбой усилить работу в этом направлении. Хочу призвать глав сельских поселений проявлять достаточно активное внимание, совместно с органами МВД достаточно серьезно отрабатывать. В своем выступлении глава района Заур Хамирзов отметил, что 31 июля мусульмане будут праздновать один из двух главных праздников в исламе – Курбан-Байрам. Несмотря на поэтапные смягчения мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, недопустимо проведение массовых мероприятий, подчеркнул глава района. Традиционное жертвоприношение можно совершать и дома. В завершении Заур Хамирзов еще раз обратился к жителям района быть осторожными, не подвергать опасности ни себя, ни окружающих людей.